Добрый день, уважаемые абитуриенты, родители, все присутствующие на нашем онлайн-зачислении. Вас приветствует Белорусский Государственный Университет Культуры и Искусств. Сегодня мы проводим открытое онлайн-зачисление абитуриентов, поступающим по трём сертификатам централизованного тестирования на дневную и заочную формы получения образования за счёт средств республиканского бюджета. В открытом заседании приёмной комиссии принимают участие я, ректор университета, председатель приёмной комиссии Наталья Владимировна Корчевская, ответственный секретарь приёмной комиссии Жанна Леонидовна Романова, член комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний сержант Елена Станиславовна, члены приёмной комиссии университета. План набора на дневную форму получения образования за счёт средств республиканского бюджета в университет по всем специальностям составляет 317 мест. В ходе приёмной кампании от абитуриентов поступило 435 заявлений. На заочную форму получения образования за счёт средств республиканского бюджета план набора составляет 133 места. От абитуриентов поступило 244 заявления. Сегодня проводится зачисление по специальностям культурология, библиотечно-информационная деятельность, музейное дело и охрана историко-культурного наследия. Начинаем процедуру зачисления абитуриентов. Я предоставляю слово ответственному секретарю приёмной комиссии Романовой Жанне Леонидовне. Пожалуйста, Жанне. Спасибо. Добрый день. Приёмная комиссия университета в своей работе при зачислении абитуриентов руководствуется следующими нормативными документами. Правилами приёма лиц для получения высшего образования первой ступени, утверждёнными указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 года, номер 80, положением о приёмной комиссии высшего учебного заведения, утверждённым постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 23.03.2006 года, номер 23, порядком приёма в университет в 2022 году, контрольными цифрами приёма. В соответствии с правилами приёма лиц для получения высшего образования первой ступени, зачисления осуществляются по трём видам конкурса. Вне конкурса, на условиях целевой подготовки, по общему конкурсу. Вне конкурса, согласно пункту 26.2 правил приёма, при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 баллов по предметам вступительных испытаний зачисляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при поступлении на все специальности, направлении специальностей, специализации. Что касается целевой подготовки, то согласно пункту 31 правил приёма, на места, установленные цифрами приёма для получения образования на условиях целевой подготовки специалистов, проводится отдельный конкурс. Абитуриенты, которые не проходят по данному конкурсу, имеют право участвовать в конкурсе на общих основаниях. Остальные абитуриенты зачисляются по общему конкурсу. Согласно пункту 29.1 правил приёма, зачисление абитуриентов, поступающих по трём сертификатам централизованного тестирования, проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам централизованного тестирования и среднего балла документа об образовании. Итак, переходим к оглашению списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению. Начинаем с дневной формы получения образования. Специальность культурология. На дневную форму обучения план приёма составляет 44 места, из них одно целевое. В числе заявлений, поданных на данную специальность, есть одно вне конкурса и четыре на условиях целевой подготовки. Вне конкурса, в соответствии с пунктом 26.2 правил приёма, к зачислению на данную специальность рекомендуется один абитуриент – Пуренкова Мария Алексеевна. В конкурсе на условиях целевой подготовки участвуют четыре абитуриента. Суржик Анастасия Алексеевна с суммой баллов 312, Сирко Анастасия Александровна с суммой баллов 309, Корявая Дарья Сергеевна с суммой баллов 260, Идоть Владислав Витальевич с суммой баллов 238. В соответствии с пунктом 31 правил приёма, к зачислению рекомендуется один абитуриент, имеющий более высокую сумму баллов. Это Суржик Анастасия Алексеевна. Сирко Анастасия Александровна, Корявая Дарья Сергеевна, Доть Владислав Витальевич участвует в конкурсе на общих основаниях. На общий конкурс выносится 42 места. В результате конкурса проходной балл составил 293. По результатам общего конкурса 42 человека с баллом 293 и выше рекомендуется к зачислению на специальность культурология. Это следующие индустриенты. Драгун Елизавета Юрьевна, Козлова Диана Николаевна, Концевая Дарья Константиновна, Казачонок Валерия Сергеевна, Прокопова Анастасия Владимировна, Небокаткина Алина Александровна, Пашковский Филипп Викторович, Зеленкевич Анна Александровна, Слежова Карина Сергеевна, Грицунок Анна Евгеньевна, Черковская Олеся Александровна, Борда Мария Дмитриевна, Стальмакова Ульяна Олеговна, Альшевская Полина Витальевна, Пименова Алина Глебовна, Грожевская Юлия Ивановна, Альферович Ксения Игоревна, Аниска Алиса Михайловна, Скуднова Татьяна Александровна, Гатальская Валерия Дмитриевна, Бокшанская Анастасия Павловна, Пугач Рената Александровна, Серко Анастасия Александровна, Рудник Елена Анатольевна, Шабор Софья Константиновна, Лавренович Вероника Александровна, Юшкевич Анна Владимировна, Советникова Полина Андреевна, Спиридонова Полина Ивановна, Бугай Ксения Руслановна, Воробей Ева Станиславовна, Павлова Юлия Александровна, Шинко Дарья Николаевна, Герасименко Екатерина Васильевна, Лопатский Кирилл Дмитриевич, Шахлевич Илья Владимирович, Шмирейчик Валерия Георгиевна, Ярмолович Михаил Васильевич, Клюшниченко Анастасия Владимировна, Сакович Ангелина Валерьевна, Ступень Марина Владимировна, Демиденко Ксения Дмитриевна. Переходим к зачислению на специальность «Библиотечно-информационная деятельность». На дневную форму обучения запланировано 66 бюджетных мест. В числе заявлений, поданных на данную специальность, есть обновленные конкурсы. В результате на дневную форму обучения рекомендуется вне конкурса в соответствии с пунктом 26.2 правил приема один абитуриент – Бангура, Карим и Браимович. На общий конкурс выносится 65 мест. В результате конкурса проходной балл составил 207. По результатам общего конкурса 65 человек с баллом 207 и выше рекомендуется к зачислению на специальность «Библиотечно-информационная деятельность». Это следующие абитуриенты. Веришка Анна Александровна, Рякцева Ирина Алексеевна, Лесина Алина Евгеньевна, Гамолка Анастасия Сергеевна, Емельянова Елизавета Михайловна, Хмельницкая Наталья Николаевна, Солодкая Ангелина Дмитриевна, Архипова Анастасия Романовна, Головенчик Анастасия Игоревна, Леонова Виктория Максимовна, Марковская Ульяна Александровна, Дворянинов Павел Валерьевич, Хмелькова Мария Павловна, Пехота Дарья Николаевна, Северцева Анна Вадимовна, Олейник Арсений Александрович, Юнчик Кирилл Григорьевич, Дубовик Илья Александрович, Веслотский Матвей Михайлович, Рогач Татьяна Дмитриевна, Белявская Юлия Дмитриевна, Зубцов Илья Александрович, Полковенко Елизавета Андреевна, Ковальчик Ольга Юрьевна, Есенчик Софья Алексеевна, Ершова Александра Геннадьевна, Прус Маргарита Александровна, Высоцкая Надежда Александровна, Пицуха Софья Витальевна, Михаленко Анастасия Викторовна, Вотинова Анастасия Александровна, Кровец Елизавета Александровна, Рудькова Ульяна Игоревна, Балток Николай Витальевич, Ворон Софья Васильевна, Гришкевич Рината Алексеевна, Лябер Елизавета Андреевна, Орловский Александр Дмитриевич, Михайлова Елизавета Михайловна, Кахнов Александр Владимирович, Бакурин Роман Иванович, Козловский Савелий Юрьевич, Макушинский Артем Игоревич, Осина Оксана Дмитриевна, Мельто Полина Дмитриевна, Подкалзина Надежда Алексеевна, Луцко Карина Игоревна, Григорович Екатерина Дмитриевна, Белая Екатерина Витальевна, Козловская Полина Андреевна, Белова Александра Васильевна, Бусил Диана Александровна, Щедрова Валерия Романовна, Каспирович Пайкон Андреевич, Скропо Анастасия Александровна, Савинок Алена Андреевна, Бычко Вероника Алексеевна, Руба Мария Александровна, Сувитова Елизавета Игоревна, Каляда Анастасия Игоревна, Маркевич Алина Николаевна, Рогалевич Кирилл Николаевич, Сафронкина Милана Александровна, Алиева Лилиана Анатольевна, Евжик Анна Ивановна. Специальность «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия». На данную специальность запланировано 15 бюджетных мест на дневную форму обучения. В числе заявлений, поданных на данную специальность, также есть одно вне конкурса. В результате на дневную форму обучения рекомендуется вне конкурса в соответствии с пунктом 26.2 правил приема 1 абитуриент Голда Ева Александровна. На общий конкурс выносится 14 мест. В результате конкурса проходной балл составил 236. Таким образом, рекомендуется к зачислению абитуриенты, набравшие 236 баллов и более. Винникова Елизавета Михайловна, Аладьева Арина Валерьевна, Сидорова Полина Сергеевна, Синкевич Елизавета Александровна, Вобещевич Егор Сергеевич, Лубочкина Александра Юрьевна, Вобещевич Юлия Андреевна, Куриленко Александра Дмитриевна, Гуринович Никита Вячеславович, Булат Никита Антонович, Коляга Святослав Викторович, Контрусь Анастасия Анатольевна, Бенть Юлия Сергеевна, Сидоренко Леонид Вячеславович. Мы переходим к процедуре зачисления абитуриентов на заочную форму получения образования. Зачисления осуществляются по общему конкурсу. На специальность культурология на заочную форму обучения запланировано 32 бюджетных места. Они выносятся на общий конкурс. Проходный балл составил 234. Таким образом, к зачислению рекомендуется все абитуриенты, набравшие 234 балла и выше. Тимошенко Мария Константиновна, Ставицкая Анастасия Витальевна, Василевич Маргарита Геннадьевна, Скрипкина Дарья Олеговна, Сапожникова Елизавета Сергеевна, Адметка Милана Павловна, Гаврош Тамара Сергеевна, Макаренкова Дарья Олеговна, Тиханович Полина Сергеевна, Беглюк Валерия Сергеевна, Скрипкина Мария Валерьевна, Власова Диана Витальевна, Москалик Анна Леонидовна, Черкова Полина Николаевна, Жилинская Екатерина Андреевна, СИЗ Анастасия Петровна, Леонова Диана Геннадьевна, Роговская Юлия Викторовна, Бубин Дарья Игоревна, Борохова Анастасия Александровна, Стефанцова Анастасия Александровна, Сорока Виктория Денисовна, Абрагимович Маргарита Андреевна, Володько Екатерина Сергеевна, Червякова Алина Дмитриевна, Пальчевская Надежда Григорьевна, Сержант Диана Владимировна, Володько Диана Игоревна, Евсеева Александра Васильевна, Мякота Екатерина Васильевна, Мялик Татьяна Михайловна, Надтачаева Ирина Дмитриевна. На специальность библиотечно-информационная деятельность, на заочную форму получения образования на полный срок, направление менеджмент, запланировано 10 бюджетных мест, которые выносятся на общий конкурс. Проходной балл составит 185. Таким образом, рекомендуется к зачислению абитуриенты, набравшие 185 баллов и выше. Ланец Галина Владимировна, Лисичонок Юлия Николаевна, Ходоренко Мария Александровна. Уважаемые абитуриенты и родители, мы завершили ознакомление с проходными баллами и конкурсной ситуацией, которая сложилась на специальностях дневной и заочной форм обучения по специальностям культурология, библиотечно-информационная деятельность, музейное дело и охрана историко-культурного наследия. Поздравляю всех, кто прошел конкурсный отбор. В ближайшее время списки всех рекомендованных к зачислению абитуриентов будут размещены на сайте нашего университета. Обращаю внимание, что все рекомендованные к зачислению абитуриенты обязательно должны заключить договор на обучение. Это нужно будет сделать 28-29 июля, а также 1-2 августа с 9 до 18. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Для несовершеннолетних абитуриентов при заключении договора необходимо присутствие законного представителя. Заключить договор вы сможете там же, где подавали документы. На специальность культурологии это 307-я аудитория, на специальность библиотечно-информационная деятельность 407-я аудитория. Абитуриенты, которые не прошли по конкурсу на дневную и заочную форму получения образования, за счет средств бюджета по результатам трех сертификатов централизованного тестирования, могут до 8 августа включительно подавать заявление на обучение на платной основе. Уважаемые абитуриенты, благодарим вас за внимание, за выбор нашего университета и ждем вас 1 сентября в числе наших студентов. Субтитры создавал DimaTorzok